Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, я думаю, что многие так думают, что нет. У каждого артиста бывает такой творческий период. Еще раз я повторюсь, я стороной не уходила, как бы я и просто ушла в свободное плавание. Есть такой период творческий, когда артист отдыхает. Я на самом деле получаю такое наслаждение от отдыха, я набираюсь сил. И я бы не сказала, что я этот год абсолютно ничем не занималась. Как вы видите, мы делали ремонт, мы открыли такую студию. У нас была грандиозная работа, мы открыли продюсерский центр. Это тоже немаленькая работа, которую мы в течение года смогли сделать. И я думаю, что это очень короткий срок, поэтому без дела мы не сидели. А что касается творчества, я записываю песни. И я пришла к такому выводу, наверное, по стечению времени я поняла, что вот эта гонка... Рахобат. Рахобат мас. Гонка. Но рахобат, если он здравый, если он нормальный, в принципе, я не могу сказать, что... Я не против этого слова, допустим, говорят, ой, у меня нет конкуренции. Если эта конкуренция здоровая, если она приносит себе плюсы, почему бы и нет, да? Но не рахобат, я думаю, что... Гонка. Гонка... Я думаю, что сейчас, в нашем возрасте, наверное, уже пора, чтобы рахобат был согла. Потому что есть, конечно, какие-то амбиции по молодости, да, какие-то юношеские, какой-то максимализм Сейчас этого нет, сейчас мы вполне самодостаточные люди, которые каждый занимается своей работой У каждого своя семья, взрослые дети, свои проблемы, свои заботы Поэтому, честно говоря, абсолютно не до этого А гонка, я имею в виду гонка за тем, чтобы успеть сделать промо, в течение года записать какое-то количество песен В моем случае, знаете, я подумала, что это неправильно Ну, это мое личное мнение, мне кажется, что лучше выпустить одну песню, но качественную песню, которая останется на долгие годы Сейчас я себе поставила такую как бы цель, качество, а не количество Здесь пару песен, которые мне очень нравятся, и я, опять же, не тороплюсь Я готовлю сейчас видео к одной из песен, которую я сама очень полюбила И я поняла, что когда ты работаешь не в спешке, когда ты гармонична сама с собой Когда ты именно в творческом процессе, ты получаешь колоссальную удовольствие от того, что ты делаешь Тогда получается очень хороший результат Я думаю, что за 20 лет они поняли, что я выпускаю... Ну, может быть, это будет нескромно сказано, но хорошая песня, я люблю свои песни Да, хорошо, что делаешь, я очень радуюсь Запрет у меня было 6 лет, но я... Но я запрет этот абсолютно не чувствовала, потому что на то время у меня пошли сильные приглашения по России, и бытует такое ошибочное мнение, все думают, что причина запрета была то, что я начала работать в России. Нет, получилось так, я думаю, что я вообще себя считаю фартовым человеком. Я не знаю почему, когда у меня здесь был по некоторым причинам запрет, у меня пошли приглашения в Россию, и это не было сделано специально, потому что я не работаю здесь, а теперь я пойду работать там. И чтобы не сидеть сложа руки, мы стали работать по России, поэтому я абсолютно не чувствовала кризис вот этого нерабочего состояния. Единственное, я, конечно, чувствовала тоску по нашему зрителю. Я не могу сказать, что мне не было больно, когда я приходила на те же самые концерты Торона, сидела в первом ряду, смотрела артистов, и не могла понять, почему я не могу выйти на сцену, но почему я не могу исполнить песни. И у меня постоянно крутился этот вопрос. И сейчас я понимаю, что все предопределено, что Всевышний всегда делает так, как надо. Забрав что-то маленькое, он дает что-то очень большое, и поэтому терпение, труд и поставленная цель всегда дают хорошие результаты. Салон. У нас есть друзья в нашем районе, и начинка. Субтитры делал DimaTorzok Очень много было слухов, да. Ну, это был такой, я не знаю, можно это говорить или нет, потому что это был политический запрет, который мы с достоинством прошли. Ну, да. у меня есть папа мама мой старший брат аркин и я думаю очень много говорила везде фотографии тоже полно ну я вижу и понимаю что уже многие поняли что я очень мало распространяюсь из своей личной жизни у нас была благополучная семья почему было потому что папа с мамой к сожалению развелись папа всю жизнь проработал партийным работником он был доктором философских наук и он защищал сначала кандидатскую потом защищал докторскую сначала он учился в мгу потом в аспирантурии вот все это время мы мотались почему ты ответы мои по-русски потому что я училась в москве и проживали в москве мама мне до учитель русской литературы я все ходила проверяла диктанты когда мам был не было времени на мне такую стопку кидала я проверяла диктанты до сих пор у меня осталась привычка это я хожу поправляю добро на все знаки препинания все ошибки это осталось да вот мама сейчас живет со мной в нашем доме где проживает вся моя семья папа живет отдельно да у брата тоже своя семья вот ну вот так получилось но не ставлю я фотографии своей семьи нет абсолютно никакой причины который по которой я могла бы скрывать да что то есть пару фотографий в инстаграме если люди пролистну там нет там есть моей семейной фотографии моих родителей но потом как-то я уже не стал восстанавливать до обратно я таваке лизе хайрон колом до рекламы фарзанте за пор я нам дэ а хайрон колом канак курс мара я на артистам из ингидием курка дыгана за и джой фарзанта на хам курс от миды купить и концерт копчик анализ его холку пояда зио дамы дэ очка не укупти курса чмили осы брухал ухшаш целеву тарап на машина хабы ой ланям бур самаркет облаке чего эти не знаю шашель и нет но это очень спорный вопрос на самом деле по поводу этой ситуации сглаз и или есть или нет чем у меня я не не могу сказать что еще мимо бабушка моя вот бишь маха на мозу падали читала намаз ездил два раза в хадж бабушка очень куб тарбе берге магия был более он она у нас уберут она придерживалась такого мнения что когда вот ставит родинки одевает какие-то куземчак что она не гласит и ширк и что до тех пор пока ты не примешь это и вообще нужно полагаться аллах китова келку шкере потому что потому что и она клип зорчика и я вот а у унгем ослана шпалин гендей бог я факт гена халл и энди кетт боганнаки эскарганна киеву зу тушу нибетки на киев она на миге ман из дома памперсер каламе карган заняна мая бачка на я быту я бы там тоже думал и да но кебе санбит и кинут сутки веро додо у насын кодоха насыедом он получает яхши тарби а вот ты шнука боли бомида дохались По поводу старшего сына, по поводу его творчества, всегда была против, не в обиду будет сказано артистам, мужчинам, я почему-то считала, что это не мужская профессия, в Салях недавно закончил университет Плеханова, экономическое образование, в магистратуру он не пошел дальше, и вот он стал заниматься творчеством. Я была очень сильно против, я ему говорила, пусть это будет твоим хобби, не основной профессией, но сейчас вижу, что у него очень хорошо получается, ему это нравится, ну, почему бы и нет, может быть, на какое-то время он позанимается этим, и параллельно начнет заниматься нормальной, серьезной профессией. Нет, у него самого, он очень любит это, он сам пишет стихи, да, все тексты, которые он, вот, его всех песен он писал сам. Что-то стоит у нас, и все остальные старые старых kerken. Это тоже самое, что создание детства, conduct с семьей, и стрем naar работающей, которые созданы еще, есть, она как насчет, которые создадут, что они созданы большинство и сотрудников, и которые созданы, если они созданы, что они созданы, это не цена, а есть еще, но это не цена, какие-то различные важные вопросы. Но у нас все на хорошие линии, которые я хочу сказать, что в основном мы говорим о том, что в этой катастрофе есть ли фигур. Мы говорим о том, что и в том числе и как в школе. Но я usuallyажу тебе права 모 tea. Я не знаю. Я говорю о том, что вы говорите о том, что вы училище, но не только если вы об этом училище. Когда вы работаете в Катарской школе, вы не можете задавать вопрос, что у них у меня есть только девушка. Я говорю, что у них есть вопросы. А у нас есть вопросы. Потому что это самостоятельно. потому что это не изменилось учитываться. Например, такие слова, которые думают о том, что вы знаете, что если вы знаете о других людях, то они хотят говорить о том, что вы знаете о своих людях. Хватит ли вы знаете о своих людях? Мыш-мышляй более рада. На протяжении 20 лет про меня были всевозможные слухи. Некоторые слухи, которые меня очень веселили, я смеялась. Из некоторых слухов я плакала. Были слухи, из-за которых Мне захотелось уйти, закрыться И больше никуда не выходить Потому что устала доказывать что-то Доказывать свою правду Сейчас я отношусь с иронией И я понимаю, что они никогда не закончатся Потому что я публичный человек Они в любом случае будут Поэтому они всегда будут И я решила не отвечать вообще на такие вопросы Потому что как бы я не ответила Ответила я положительно или отрицательно В любом случае каждый человек Который, допустим, задавал этот вопрос Он в любом случае будет Стоять на своем ответе У него уже заранее есть свой ответ И он останется при себе При своем мнении Поэтому я решила не отвечать на это И оставить так, как есть Нет абсолютно тоже никакой причины Вы знаете, если я не пою о папе Или не пою о бабушке, о дедушке Ну это не означает, что у меня есть Вы знаете, я не в песне Я другой мехар даю своим родителям Поэтому можно спеть 20 песен И абсолютно не давать мехар своим рэм Поэтому больше патрубам в другом Балкин и тама Духолосы Интермедиа Интермедиа Спонсор Интермедиа 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 День республики Республики Я же вам говорю, что День республики Запрет был Москва, Россия День республики Когда мы занялись Ремонтом и Закупкой вот этой всей аппаратуры Ремонтом, постройкой этой студии Абсолютно не было времени На творчество, на работу И параллельно стали приходить приглашения на рекламу. Понятно, что мы не соглашаемся на всяческого рода рекламу, потому что если бы я снималась все, что мне предлагают, вы не представляете, сколько бы всего было. Поэтому мы отсеиваем. Вот. Так получилось, что параллельно просто стали приглашать меня. И та реклама, которую я считаю эстетичной, да, допустим. Вот у меня почему-то так же по жизни. У меня что-то уходит, что-то приходит. Что-то уходит, на смену приходит что-то еще лучшее. Я не знаю, почему так. Большое шахарное было бы сэззэмашхуллигиз дохустаан тарафлят джутэкопайнахсэхалэгэфатима Зухрафиндакейна Каремшеттэчудээм на ночь. Я скажу так, что мы как-то Japan- nun 세계 есть. Мы так делаем в Крыму польщин. На Украине все происходит с городами, и все это происходит с городом, и все это происходит с Гайхарком. В Дагестане у меня есть очень яркое событие, запоминающееся. Сейчас я начинаю рассказывать, но сначала идет немного негативное событие. Мы полетели на очередной концерт в Дагестане, И этот полет был очень ужасным в моей жизни. У нас падал самолет, ну, в прямом смысле. Я уже не помню. Это было очень давно. Падал сибирский авиалиний, падал самолет буквально в смысле. Посадку не совершили в Дагестане. Он полетел в Минвода. В Минводах тоже не смог сесть. И мы крутили-крутили. В конечном итоге с ужасом. Кстати, наша команда была единственной узбеки в самолете, которые тихо сидели, потому что остальные все кричали. Это падали чемоданы, вот эти кислородные маски. Было столько крика. Ну, так как, я не знаю, силу нашего, я не знаю. Ну, хотя они тоже очень воспитанные. Но они очень эмоциональный народ, очень горячий народ. Я думаю, может быть, поэтому мы молча прилетели. Самолет, кстати, не в Дагестане. Он сел в Минводах в конечном итоге. Все выбежали из самолета и не захотели обратно лететь в Дагестан. Мы смиренно опять зашли в этот самолет, потому что мы понимали, что у нас концерт. Хотя уже пошло опоздание на два часа. Благополучно долетели до Махачкалы. И, к моему удивлению, мы прилетели. Время... Концерт был назначен в семь часов. Приземлились мы в десять. Концерт начали в двенадцать часов ночи. Концерт был на берегу моря. И ни один человек не ушел. Все ждали. И вот это было такое яркое событие. Я его запомнила на очень долгое время. А салам алейким, они также здороваются. Кстати, у них есть очень много наций. Там есть такие нации кумыки. И у кумыков практически одинаковый язык с узбекским языком. Ёлы? Да. Очень много песен они перепели моих. Мы прилетали, включали телевизор. И в то время, лет 15 назад, 10 назад, 15 назад пели мои песни. И сейчас это я удивляюсь. Артисты очень многие возмущаются. Ой, мои песни спели мы. Но мне кажется, это наоборот приятно, когда твои песни другие певцы в других городах перепевают. Мне это очень нравится. Я думаю, что это... Вообще вот этот вопрос очень многим в последнее время задают очень такой. Нет, калима дамас вообще по поводу религии. Нет, не задают, а кто-то показывает, скорее всего. Нет, не задают. Нет, не задают. Нет, не задают. Вы знаете, я думаю, что о нем нужно вспоминать не только в такие моменты. Нужно думать о нем всегда. И вообще, это настолько личное. Это для меня, это очень священно. Я думаю, что это нужно оставлять между человеком и ним. И все, и больше не открывать эту тему никогда. Я думаю, что это не для телевидения, ни для... Вообще, мне кажется, это неправильно. Потому что это настолько свято, настолько священно. Поэтому это нужно оставлять между Всевышним и человеком, кто это делает. И это абсолютно не нужно обсуждать. И это не нужно обсуждать. В моем случае, мне кажется, что... Мы всегда найдутся люди, которые найдут какие-то минусы, плюсы. Поэтому... У каждого человека есть свое видение, свои какие-то жизненные принципы. И если я буду пытаться доказывать... Каждому... Вообще, я не хочу рассказывать на звуковое слово. Я не знаю, но я буду показывать. А как мне это показывать? Это можно. А я знаю. А я могу показывать камеру, я не знаю. Зачем мне сейчас это доказывает... и это говорит... Мы когда прилетели, меня все называли там Хайота. Дети. Дети почему-то думали, что меня зовут Хайота. Они обнимали, говорили Хайота. Взрослые женщины плакали. Я им говорю, да не воспринимайте его так всерьез, это же фильм. На тот момент я почему-то задумалась, почему именно этот фильм Патима Зухра. Потом сделал такой маленький анализ. Я думаю, что там очень затронуты семейные ценности, месть. Поэтому очень понравилось это Дагестану. И этот фильм очень полюбился в Дагестане и в Казахстане. Последнее событие в Казахстане, это в городе Астана. Это был Нурсултан Авардс. Я получила лучшую певицу Средней Азии. Это в 2019 год, да. Да, там уже, кстати, там быстрее доходят мои новые песни. Сейчас им очень нравится Хабиби, новая моя песня, которую написал Фэйди. Но Хайота, конечно, они до сих пор все очень любят. Нет. Я понимаю на казахском, но, к сожалению... Вечка сузи там есть. Нет. Нет. Таджикистан. Таджикистан. Тоже, кстати, есть очень интересный случай. В Таджикистане, в Душамбе были объявлены мои концерты на стадионе. Стадион был сорокатысячник и пошел ливень. В буквальном смысле град, ливень. И мы выехали с гостиницы. Ну, я по дороге, наверное, думала, ну, сейчас организаторы, наверное, скажут, что, ну, так как ливень, шаг задан, ну, мы не можем отвечать за народ. Мы подъехали, увидели очень большое, огромное количество людей вне стадиона. Я подумала, что это уходит. И, оказывается, были люди, которые просто не зашли. Мы зашли на стой, все сидели под этим ливнем. Я помню, клавишник выливал буквально воду, вот так с клавиш. И мы дали концерт полный, проработали под ливенью. Зонтик-то? Нет. Сначала мне дали зонтик, потом как-то мне было некомфортно. Я думаю, ну, как бы все они сидят мокрые, я зонтиком как-то будет несправедливо. Как-то будет несправедливо. Да, несправедливо, несправедливо по отношению к ним, поэтому, как бы, ну, бывают такие экстренные случаи. Таджикистан. Нажимаешь? В таджицком, но я могу сказать, что вот я говорила о своей бабушке, маминой маме. Вот, мой прадед, отец моей бабушки был первым секретаром Душамбе, Урумбай Ашуров. И я думаю, что Душамбе в Таджикистане очень многие знают. Нет, он узбек, он узбек, Урумбай Ашуров, но в то время он был первым секретаром Душамбе. И есть улица посвященная, улица имени моего прадеда, есть музей. Вот. Так что с Душамбе многое связано. Я очень часто летаю в Таджикистане. Я очень часто летаю в Таджикистане. Я очень часто летаю в Таджикистане. На многих? Нет. Ты что? Я приеду в Таджикистане. Я очень часто летаю. От каждого. Ну вот такие же названные, наверное, люди, которые распространяют слухи. Нет, абсолютно ко всем племянникам. Я уже его раз слышу, Коптурария. Да, конечно. Все мои племянники, племянницы, абсолютно была на всех свадьбах. Ну, понятно, когда бабушки не стало, я стала реже ездить в Вергану, потому что для меня больше, чем отцовский дом в Вергане, больше был родной дом бабушки, потому что, я же говорю, в Коптарбеябергене я жила больше у бабули, у бабушки с дедушкой, потому что, когда пошли частые перелеты моего папы, когда они с мамой летали то в Баку, то в Санкт-Петербург, были постоянно там по работе у папы, я часто была у бабушки, поэтому для меня вот бабушки, воспоминания все детства почему-то связаны с бабушкой, с дедушкой. Ну, бабушка знала еще русский язык очень хорошо. Я думаю, что это смешно, когда человек, я думаю, что я бы не смогла передавать, не смогла спеть от души, потому что, когда ты не понимаешь смысл, о чем ты поешь, ясное дело, что я знаю узбекский язык очень хорошо. Я училась в русской школе, не закончила русский университет, МГКУ, Киевский университет, потом поступила здесь, на театрального критика в институт культуры, к сожалению. И когда я была в положении, мне, к сожалению, не дали академию, и опять же, я не закончила университет. Но поступила я на бюджет сама. Не зря вы так говорите, абсолютно было не так. Я думаю, что вот абитуриенты, которые вместе со мной поступали, они это все видели, мы, я сидела, как все люди. Я считаю себя обычным человеком, ничем не отличающимся ни от кого. Сидела, отвечала и сдавала экзамены, и сдала на бюджет. Узис. Узан. Все жизнь мечтала быть адвокатом. Мне нравилось очень бороться за справедливость. Сейчас думаю, что я все-таки правильный выбор сделала, что я выбрала творческую профессию. Потому что сейчас очень сильно развит интернет. Я очень много читаю. Сейчас все как бы, вот в последнее время все очень демократично, и все как-то очень, все как на ладони, и все это читается, все это видно. И иногда диву даешься, я думаю, как хорошо, что я выбрала профессию творческую, когда моя работа связана с радостью, с хорошими событиями, когда твоя нервная система в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, с ней и на одной кровати спали, когда там куда-то на гастроли едили. Одну булочку делили. То есть мы с ней, я не знаю, я ее считала действительно другом. А мне очень приятно, что она сейчас об этом вспомнила и об этом говорит. Мне сейчас очень приятно слышать от вас, что она об этом сказала. Это, конечно, наверное, она образно сказала, но ясное дело, что было очень много моментов. Это было очень трудно, это правда? Да, мы были друг подругами, хорошими подругами. И это было очень трудно. Знаете, я думаю, что, как я уже говорила, что мы пришли к такому моменту, что мы уже взрослые люди, и вот это, как объяснить, как сказать правильно, вот это муссирование этой темы, на самом деле уже, мне кажется, немного будет по-детски, да. Но я вам хочу сказать такую вещь, что я являюсь таким человеком, который никогда, основываясь на сплетнях, основываясь на чьих-то словах, я никогда не прекращу отношения с человеком. Я всегда основываюсь на том, что я сама вижу, что я сама чувствую, что я сама перенесла. Поэтому абсолютно никто не имеет отношения к этим случаям. Нет, ну, в первую очередь я хочу сказать, что я ее стала очень уважать за то, что она это сказала. И по истечении стольких лет, что она вспомнила, что мы были подругами, и что на самом деле было у нас все хорошо. Можно я скажу свое мнение? Я не хочу муссировать это. Был у меня очень тяжелый случай в жизни, и я думаю, что он был у всех, и я так не люблю, когда артисты сидят, но это говорят, у меня было то, у меня... У всех в жизни есть тяжелые моменты, и никогда не стоит никого обвинять. Все, как я говорю, предопределено Всевышним. У каждого есть свои падения, у каждого есть свои, да, эти. И если бы в моей жизни у моего близкого человека был бы такой случай, я бы не делала там кому-то звонок. Я бы просто вышла, нашла бы сломя голову его, даже если бы мне поставили тысячу запретов. Нашла бы его и поддержала бы его. Вот и все. Почему я не ходила к ней на концерты? Ну, были на то причины. Я хочу сказать, что я приглашаю Шаузуоду на свой концерт от чистого сердца, и я очень надеюсь, что она придет. И вот эта негативная волна, которая длилась очень много лет, наконец-то прекратится. Да, недавно администратор позвонил Даврону, хотел передать пригласительный. К сожалению, число, которое она дает концерт, у нас попадает на поездку в Испанию. Так как очень многие знают, ну, кто интересуется моим творчеством, я являюсь послом Ла Лиги по Средней Азии. И нас пригласили на матч в Кадисе, в городе Кадис. Будет игра Малага и Кадис. Вот, и я как посол Средней Азии лечу в Испанию. Мы улетаем 14 февраля, то 27 февраля мы возвращаемся в Ташкент. Я, кстати, очень хочу поздравить ее с концертами, пожелать ей удачи. Я думаю, что для каждого артиста это очень серьезное событие. Ну, я знаю, насколько это сложно, насколько это, даже не физически сложно, насколько это эмоционально сложно, это подготовка, как человек волнуется, переживает и очень хочет получить оценку, да, своих коллег. Я надеюсь, я посмотрю на видео, а так я от себя желаю ей удачи, сил, конечно, побольше. Потому что силы, в первую очередь, нужны артисту, в первую очередь, здоровья. Ла Лига. Думаю, а что это значит? А что это значит? А, что это значит? А, я... Ты была не смыла? Нет. Так как я являюсь послом Средней Азии, я буду посредством информационных источников... Прямой эфир, по-моему? Прямой эфир на официальном сайте Инстаграм Ла Лиги. Все средства массовой информации в Испании будут оповещать приезд певицы с Узбекистана, и я тем самым буду оповещать о футболе. И прописана большая программа, мы знакомимся с футболистами, с командами. Вообще-то мы должны были лететь на матч Барселоны, и так как на то время были какие-то забастовки в Барселоне или где-то там рядом, у нас отменилась поездка, и перенеслась вот в город Кадис. Кстати, очень красивый город, мне отправили фото, очень красивый, на берегу моря. Мы заходим к аллергенствам? Да, хвали-сэ. Я люблю это. Я не знаю, я всегда была с детства, может быть, потому что в гармонии с собой. Я себе, ну, может быть, это нескому, но я себе нравлюсь такая, какая есть. Может быть, это эгоистично по отношению к моим фанатам, да, что я не пытаюсь что-то. Я пытаюсь посредством песен, посредством текстов песен своим поклонникам донести что-то непосредством своей прически или костюма. Ну, это моя такая позиция. Может быть, она неправильная. Идиотом датурфахерлеки. Не махчится. Моинги хозы куфи опкиган, юрдам чиларизге кеттекон рахмад лейкем. Моинги, где-то в таблице, ударил кафе в кофе опкиган, юрдам, а Bijанна-ยный jijон башенов. Л 한다 ко мне вам нравится. Это моя команда, как 라сы бэр. Мог от ядап, то мы даже дома растут. Сticуетottает одна вещь. Нормальных перку чтобы до сих пор, которые на моем В ТБ, у ядап, чтоploy в трит quierdim, то есть кофейский стій. Очень часто уже дало этажей. Ну, я не знаю, dikansи в головах, в легкости буду ли, какого стола Parся. Я стал здесь кофейский возд zelf, который придется всегда пол процедите. Известивый, мы числа 15 минуту. Меня люди hopefully путают вашу работу. Самo ноу었어요, конечно, в нею ваши идеи. Это ваше мнение. Если честно, я сама заметила, что я не знаю, что они ближе мне. Они сейчас пишут песню, такой спецзаказ, который я написала сама, но не написала сама. Мы встретились с Якзоном. Я дала ему тему, которую очень хочу исполнить, буквально по стойкам на русском языке. Он меня, как всегда, быстро понял, так же, как с песней Рахмат Хайот. Рахмат Хайот? Это песня, конечно же, про любовь. Ну, в моем случае, вообще всегда, для меня на первом месте всегда стояла любовь. Мне кажется, у каждого человека всегда стоит любовь на первом месте. Почему так улыбать? Любовь ко всему в первую очередь, любовь к Всевышнему, любовь к своим родителям, любовь к своим детям. Любовь та, о которой вы сейчас улыбнулись, она обязательно должна присутствовать, тем более у творческого человека. И я думаю, что тем более у меня. Потому что я настолько эмоциональный человек и не... Сразу? Да. Может быть, внешняя оболочка я, может быть, очень спокойная, но я очень эмоциональный внутри человека и... эмоциональный человек, а я не понимаю, агрессия. какая-то эмоциональная и в моем случае для меня всегда в моей жизни должна присутствовать любовь что это было? У меня бывает иногда, знаешь, приливы и отливы. Уже? Уже? Да, да, да. Вам так сказать, да, куе, я на калак, на калак, на калак, на калак, на калак, на калак. Меня свяжет только монтай. Ты знаешь, что? Он такой, да. Мина чан когом на факат шуком драды. Моя урватка на батарбузы. Угу. 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 А, ребята, профессионалы. И так как снимался клип в Лос-Анджелесе, в Америке. Угу. 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 Ну ага. Угу. Ага, да? Вот тот. Не, просто ко мне. И будете худой. Не, нет. полупрофиль, если ко мне встанете, худой будете казаться. Да, профиля не страшные. Ну, не страшные. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...